Это я бы что-нибудь говорила. Почему? И Наталья Алексеевна Калужина. Вы читали книги. Вы знаете, кто эти люди, потому что вы с ними знакомы через их слово. Вы знаете Ольгу Александрову по переводам прекрасных книг издательства «Молодой мамы», которые у нас сегодня представлены. Дети все это любят и понимают. Наверняка мы как родители и как дети знаете Наталью Алексеевну по переводу Руальда Даля. И также множество, множество других книг для взрослых и для детей. И сегодня они расскажут нам о новом книге. Просто-таки о сокровище, которое было найдено и изданно. Буквально вот совсем-совсем недавно. Это новая книга Марка Клэн. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, я сейчас еще Наталье Алексеевну поподробнее представлю. Все было правильно сказано. Я просто хочу сказать вот что. Наталья Алексеевна вообще профессиональный, совершенно высококлассный редактор. И все авторы, которые с ней работали, говорят, что это невиданное счастье, когда такой редактор помогает ему пускать книгу. Говорят, что прецедентов не было. То есть это действительно уникальная и штучная работа. Но помимо прочего, Наталья Алексеевна действительно переводчик. Перевела она много, достаточно книг. И некоторые, возможно, вы знаете. То есть, ну, сейчас мы проверим. Вот есть такая книжка. Она называется «Дядя Амус не идет на работу». Была такая книжка в вашей жизни? Детей спрашиваю. Нет? Ну, мы про нее все немножечко расскажем. А вот вчера к нам прилетела добрая вещь, что за 2018 год лучшая книга по голосованию читателей была признана книгой «Пакс» про лисенка, которая вышла в прошлом году, как раз-то нон-фикшн. Вот Наталья Алексеевна вместе с Женей Канищевой переводила эту книгу. А еще кто-нибудь читал серию про Пендервиках, про сестер Пендервиках? Да, мы их хотим. Ну, ничего. Во-первых, две книжки вышли. Во-вторых, есть надежда, что в наступающем году выйдет третья, а там, глядишь, и четвертая. А первые две будут переизданы, потому что, конечно, дети, которые их читали, уже немножко подросли. Это издательство «Розовый жарап». Ну, в общем, всех не перечислить. И я, собственно, с радостью предоставляю слово Наталье Алексеевне, потому что она нам сотворила, я даже не знаю, не просто перевела, а просто сотворила заново новую книгу Марка Туэна. Что само по себе, конечно, беспрецедентно. Прошу. Спасибо большое за представление. Ну, если мы говорим о переводе и о людях, которые в кадре и за кадром, то всегда есть редактор в процессе перевода и создание любой книги. Только что вы слышали, редактор Ольга Александровна Маршалева, которая известный переводчик, прекрасный переводчик. Я даже не буду пытаться перечислять в книге, переведенную Ольгой, но... Ну, кстати, «Молодую норму» упомянутый, мы вместе все переводили, абсолютно. Первая, последняя книжка, все там внутри. Но есть просто авторы, которые вошли сейчас в русский язык, как уже наши родные, благодаря Ольге Александровне. Это Лего Таунгут, это Кейт, Дика, Милла. С обоими авторами она продолжает работать из детских будущих. Томин Герре, Уильям Стайк, ну вот в прошлом году, на фигуру, вышла книжка «Замечательные для подростков». Ну, на мой взгляд, замечательная, по-моему, она действительно очень штучная. Доклады Медузы. Али Берншина. Вот, ну это ладно, сейчас не про меня, сейчас про Марка Твена. Сейчас и не про меня, и не о переводчике, и не о редакторе речь. А возвращаемся мы вот у нас на слайде четыре даты. Вот, 1879, 2011, 2017 и тот год, в котором мы находимся, 18. Вот о них. Ну, для начала 2017, тут положим. Потому что год назад, в 17-м году, в Соединенных Штатах Америки, а также во всей мировой литературе, произошло вот это неожиданное событие. У автора классика, которому уже более ста лет лет в живых, вышла новая детская книга. По слугам на обложке, вы видите фамилию Марка Твена. Если бы я присутствовала на этой презентации в качестве зрителя, а не в качестве ведущего, первое, что я бы сделала, это усомнилась бы в том, что такое возможно. Я надеюсь, что все присутствующие здесь сомневаются тоже. И когда издательство «Самокат», выяснив, узнав, что такое событие произошло, взвешивало вот этот вопрос, а надо ли, можно ли, стоит ли издавать книгу у нас, это тоже был вопрос первый. А возможно ли такое? Итак, возвращаемся тогда в 1879 год, когда все началось. И кроме того, что мы работали с переводом, потом редактированным, мы проводили свое исследование. Результаты вам доложено. В 1879 году Марк Твен, на тот момент очень уже известный автор, поскольку он уже написал много чего, ездил с турне лекционными по стране и за рубеж, написал «Приключения Тома Суэра», в частности. Жил в Париже. Вообще-то дом у него был в Хартфорде, штат Коннектикут, но в 1879 году он со своей семьей путешествовал, находился в Париже, жил в гостинстве. Со своей семьей, я сказал, был он уже жена, он женился в начале 1870-х, и был у него уже две дочери. И вот справа, посмотрите, это снимок, сделанный из Хартфордского дома. Это камин. Сейчас мы о нем немножко поговорим, но имеет значение для нас. Слева Марк Твен с живой и двумя дочерями, вечером сидит у огня, может быть, у этого камин, и что-то рассказывает. Рассказывает, скорее всего, судя по воспоминаниям Марка Твена самого, а также его дочерей, рассказывает сказку, потому что традиция была семейная, дома у Клеменсов. Мы знаем, что настоящая фамилия писателя Клеменс, сын Клеменс, Марк Твен – это его псевдоним. А традиция состояла в том, что рассказывала у сказки своим детям ежевичем. На самом деле, в то время детской литературы, вот того, как сейчас, не было возможности у родителей развлечь своих детей, дать им книгу в руки, чтобы листали, прочитать им книгу. Тоже особо не было. Молодец, когда баба – всемирно известный писатель, то возможности у дочерей были. Да, и этими возможностями они пользовались. То есть он спускался утомленный, уставший, после рабочего дня, надеясь выкурить трубочку, а дети усаживались на поглокотники кресла и требовали сказку, сказку, сказку. А на каменной полке, если вы говорите об этом камине, то на каменной полке расставлены были различные предметы, они там даже все были ремонтализованы, знали, что с одной стороны, известно было, как он сам Марк Зен писал, с одной стороны был портрет кошечки в таком воротнике, большим мужемом, с другой стороны был портрет девушки, работа одного итальянского художника, между ними другие предметы, и ритуал был таков. Смотрите, каждый вечер надо было рассказать сказку, которая начиналась бы вот с этой кошечки, заканчивалась бы этой девушкой, как персонажем, чтобы при этом были задействованы, участвовали все предметы, которые стоят между ними, но чтобы, внимание, чтобы не повторялся ни один сюжетный ход. Самое главное. То есть, если повторяться, знаешь, сказка не засчитана. Впрочем, для писателей это была хорошая тренировка воображения, такая, не слабая. Ну, это такой был ритуал дома, а поскольку они путешествовали в этот момент, то камина под рукой со всеми знакомыми известными предметами не было, но было все остальное, все что угодно. И, находясь в Париже, девочки поступали чуть иначе, они показывали пальцем на любой предмет, или книжку, или журнал, или картинку, и говорили вот об этом. Мы нашли журнал, который был воспоминанием Марка Твена, а может, журнал, который был использован при создании вот этой вот, при рассказывании вот этой вот сказки ежемесячной, да, как раз 1879-го года. А если верить самому автору, в дневнике он написал, его дочь, 7-летняя на тот момент Сюзи, пальчиком ткнула вот картинку из этого журнала человека, анатомическое изображение человека. Вот этот человек, тоже грамюра 19-го века. Человек, как видите, не очень веселый, поэтому сказка тоже получилась не очень веселая. А теперь мы переходим к тому, что нам известно о самой сказке. Он рассказал, Марк Твен рассказал дочерям о мальчике Джон Мин, который был добрым мальчиком, хотя и несчастливым мальчиком, бедным, который за доброту свою получил в дар волшебные семена. И из семян, из одного семян, он вырастил цветок. Цветок этот, как ему и надо было сделать, он съел. И сейчас я не рассказывать буду, а читать всегда надежно. Значит, вот как это произошло. Джонни несчастный со своей... Нам еще надо про курицу рассказать. Значит, давай потом почитаем. Сейчас мы говорим о том, что рассказывал дочерям Марк Твен. Цветок Джонни сел, и в жизни его начались переключения. В общем, он начал понимать язык птиц и зверей. И он же понимает, что у человека совсем другие возможности. Когда он до этого был одинок, а вот тут все изменилось. Сказка оказалась интересной. У нас есть доказательства. Марк Твен рассказывал сказки детям много-много лет подряд, но он их не записывал. Записал одну. Вот две странички из рукописи. Всего в рукописи 16 страничек. Рукопись он сложил эту, положил в папку. И это 1879 год. Потом прошло еще 30 лет, когда он занимался совсем другими. Делами, сложные для его жизни годы. Потом прошло и в 1910 году Марк Твен. Потом прошло еще 100 лет после этого. За эти 100 лет записи, все-все-все бумаги Марка Твена, они оказались в архиве личных бумаг. Архив этих личных бумаг был передан библиотеке университета Беркли. Это Соединенные Штаты, Калифорния. И дальше мы перескакиваем на 1911 год. Прошло еще 100 лет, потом еще один год. И в 2011 год. И в библиотеку университета Беркли, штат Калифорния, приехал приглашенный профессор, исследователь творчества Марка Твена, Джон Берд. Вот он сам и рядом обложка его книги о Марке Твене, Марка Твена Медавра, то есть он был чем-то литературный. Но в этот момент, в 2011 году, он исследовал не тексты литературные Марка Твена, а искал он совершенно простую, боковую вещь. Его интересовала диета семьи Клеменса. Кто еще питался? В принципе, он просматривал все-все-все-все-все. И везде, где встречалось название пищевых продуктов, какая-то еда, какие-то блюда, вот это вот его интересовало. И попалась ему в руку папка, на которой было написано «Оля о Маргарине». «Оля о Маргарине». Слово знакомое о нем сейчас? Ну, мы узнаем в нем Маргарин, да? А «Оля о Маргарине» – это старое название того же самого продукта. Почему его так назвали? Ну, я не знаю, здесь есть ли седина с химики, но в состав тогдашнего Маргарина, как тогда считала, нас вводила кислота олилиновая. И о Маргарине можно сказать, что мы его сейчас скажем, да? И, скажем, в XIX веке, когда Маргарин появился, был изобретен, потому что надо было армию кормить какими-то дешевыми жирами, надо было бедные слои населения тоже кормить чем-то недорогим и тем, что он не очень быстро будет портиться. Так вот, когда Маргарин был изобретен и из Европы перебрался в Америку, очень сильно протестовали молочные фермеры против такого безоградия, потому что тут же спрос на сливочное масло упал и начались так называемые маргариновые внуни. Вообще общественность считала, что маргарин – это дубной, плохой, вредный продукт. Очень обрадовался исследователь. Он был уверен, что сейчас он узнает многое о том, как питалась семья Клеменцев. Но ничего он не узнал, а открыв, он понял. Вот на этом месте сходятся две ниточки – 1879 и 2011 год. Он вообще-то понял, что это может быть та самая сказка, о которой Маргарин писал в своей внунике. Я еще по слову добавлю по поводу этой рукописи. Значит, вот вы видите две странички из 16. Но из 16 страничек не были полной рукописи. Он открыл бабку и понял, что это, в общем-то, наброски, что это не полная сказка. И что, да, это безусловно почерк маргарин. Вот к этому он пришел. И, будучи ученым, конечно, он решил, что это само по себе такое потрясающее открытие, что это надо срочно опубликовать, просто в том виде, в котором он это нашел. Однако, в литературно-столический памятник, документ, вот он будет, вот все увидят, что создал Марк Твен. И он пришел с этим предложением, собственно, вот в издательство этого самого университета. Университет отказался публиковать рукопись в таком виде. И слава Богу, потому что ни один писатель, особенно детскую сказку, не был публиковать в виде незаконченного произведения, незаконченной рукопись. По меньшей мере, был пострадан. Ну, следующий шаг исследователя, он, имея уже эту рукопись на руках, он закончил ее сам. Джон Борд написал вот эту сказку за Марк Твен. Ему сказали большое спасибо. Во-первых, огромное спасибо за то, что он нашел такое сокровище. Во-вторых, ему поблагодарили и за продолжение. Ну, он не детский писатель, Джон Борд, скажем так, он исследователь. Сказка в этом варианте не была принята. Публикация, а вот зато архив Марка Твена, архив бумаг Марка Твена и Дом-музей, они передали право на публикацию и доработку рукописи детскому издательству. Ждательству доблодали. И вот сейчас мы подбираемся к важному моменту, а издательство нашло, ну, на мой взгляд, тех самых людей, которые и могли, и должны были, и наилучшим лет, и закончили эту работу. Это Филипп Стэнб, это Эвен Стэнб, это молодые авторы американские. Филипп писатель, хотя он не художник, а Эвен художник, иллюстратор, муж и жена. Им 30 с чем-то лет, но они уже очень именитые, потому что их самая первая книга, над которой они работали, получила престижнейшую медаль Калде-Котта, в которой отмечается лучшая иллюстрированная книга в англоязычном мире, и вообще-то очень любимая авторами. Эта книга выходила в году 2011 или 2012, на русском языке, это уже был Дядя Абусин, идёт на работу. Про неё вы спрашивали? Ну, она допечатала, не ретипа, конечно. Это Дядя Абусин идёт на работу, вот обложечки. А вот, собственно, с чего эта книжка началась. Дело в том, что Эли в какой-то момент, она художник, да? Вот Филипп тоже художник, но он ещё и писатель. А Эли художник, и одна, что у неё был творческий кризис, и она несколько лет буквально ничего не рисовала. И вот в какой-то момент она нарисовала эту картинку, как вот такой пожилой человек, старичок, играет в шахматы со слоном. И её муж так обрадовался, что Эли наконец что-то такое нарисовала. Он потихоньку от неё сканировал картинку и отправил издателю. Издатель подпрыгнул и сказал, а пусть она нам эту книжку нарисует. И вот из этой, собственно, картинки родился и сюжет. То есть у них очень часто бывает, что Филипп пишет не основную, так сказать, ну обычный иллюстратор, да, иллюстрирует какой-то сюжет, который пишет автор. А у них иногда получается наоборот, то есть он идёт от картинки. Ну и вот видите, такая чудная история. Там же был дядя Алмас, ну кто был? Слушайтесь, да. Да, и у него были особые отношения со всеми живыми. И вот, например, он играл шахты со слоном, а слон долго думает перед каждым годом. Видите, там такой текст даже есть. Но подробностей мы не будем никаких приводить про эту книгу. Кто захочет, конечно, прочитает. Но она сделает практически всемирно взглянет. Это очень хорошая книжка. Вот их портрет. И сейчас будем пустить, да? Да, а дальше им было сделано предложение, и они на него как-то реагировали. Может, они расскажут? Сейчас попробуем пустить. Если получится. Если получится. А пока мы это делаем, хотел я сказать, что почему мне так кажется, что на самом деле это те самые люди, которые не смогли делать это мало? Около двух лет назад нам рассказали о больном, ради его известной сказке только Твен, которые не закончили. И меня спросили, смогу ли я дописать их? Но вопрос, как работать с авторствием с человеком, который уже более ста лет не отшил? Особенно, если это величайший американский писатель. Кажется, мы позволили себе паниковать примерно полминуты, а потом просто раздались за делом. Исследователи и раньше знали, что Марк Твен часто рассказывал своих детей о сказке при вчерах. Когда все помечено, один было написано, мне приходилось усаживать себе большую кресло, сажать на каждой день молоковник по дочери и сочинение струбных историй. Однако не было никаких письменных свидетельств, которые остались бы от этих вечерок, проведенных Твеном в кругу семьи. И вот в университет Беркель, штат Калифорния, приехал профессор из другого университета. Он искал кулинарные рецепты Марка Твена, а нашел папку с бумагой, на которой было написано «Олео маргарин». А на самом деле внутри папки оказались на взроске Марка Твена к детской сказке. Вдовар умирает, дают семена мальчику и жёне, лишь когда старится вся втяжка, нужно их посеять. Так мы увидели сказку Марка Твена, которая началась, но не больше всего. Но того, что было, оказалось достаточно, чтобы мы могли приступить к работе и рассказать об истории по-своему. «Похищение принца Олео маргарина» — это история Джонни, маленькой мальчике, который живёт в несчастливой стране. У него мало друзей, всего одна единственная курица, и ему нечего ждать от этой жизни. В конце концов, он отправляется в путь, чтобы спасти пропавших принца. И он встречает старушку, которая давит ему меньше веселья. Ты думать забудешь про год. Пожалуй, я никогда не ставила перед собой задачу сделать книжку, скажем, для 5-летних детей или для людей какого-то другого возраста. Я думаю, что книги пишутся для всех. «This Spirit» — это сказка о том, что значит быть человеком. Её правный герой Джонни познаёт ценность дружбы, познаёт ценность доброты и сопереживания. Мы не рождаемся совершенными, но мы стремимся стать лучше. И в этом Марк Твен служит примером для всех нас. Мы хотели, чтобы именно этот дух присутствовал в похищении принца Олео маргарина, дух страны и к совершенству. Новую сказку Марка Твена можно купить в книжных магазинах страны. На русском языке книга вышла в издательстве «Самокат» в переводе на «Дарья Галошина». Ну, главное, они сказали, а я немножечко прервалась на заявлении фразы, почему мне кажется, что всё-таки люди-то те самые. Они пропускают всё через себя. Они, конечно же, штучные авторы в Кусе, не масс-маркет. Это каждый штрих, он у них выношен как в тексте, как и в иллюстрациях. Вот о том, что, да, некоторые картинки мы просто хотим показать на экране. По той корве, которую Марк Твен в своей рукописи наметил, частично прописал, частично наметил. Где-то у него много-много-много деталей. Где-то он делает пропуск, не пишет, вставит сюда описание на коне. Вот это вот та несчастливая страна, в которой жил мальчик Джонни. Совершенно бесплодная земля. Вот портрет «Наш герой» написан над этим портретом, сам мальчик Джонни. И справа мальчик Джонни под бесплодной, совершенно засохшей яблой, а корень, который он споткнулся, рядом с ним его единственный друг. Видите? Единственный вот друг, курица. И курицу зовут тоже внушительно. Чума и голодуха. Курица. Это одно имя. Чума и голодуха. Об этом имени спрашивали Филиппа, откуда взялось. Исследователи повелись в записях, решили, что взялось от Марка Твена Ж, который очень любил кошек, у которого всегда кошек дома жило много. Одну из них вынеслили исследователи, звали очередную чума, другую очередную голодуха, в курице сошлись омя. Это известный портрет Марка Твена с кошечками. И вот, как часто бывает в сказках, и, увы, что-то похожее бывает и в жизни. Единственного друга послали мальчика обменять на что-нибудь съестное. Пошел мальчик на базар. По дороге приключения разнообразные происходили, которые мы пропускаем. Вот он приходит на базар и встречает старушку, который он отдает эту курицу, потому что она нищая старушка и голодная, а вот здесь он умеет почистить. Джонни поднял глаза. На нем склонилась слепая старушка. Такая сухонькая, что даже тени я отбрасывала. И такая маленькая, что если бы она могла разум скинуть прожитые воды и выпрямить спину, то стояла бы сейчас спокойно, не страшаясь королевского гнева. Почему королевский гнев? Там у них королевик был, он был приятный. И он был маленького роста. И сдал такой циркуляр, что никто не может быть выше него. Поэтому все вынуждены были сходить с отбедными. Все сутулили, все такими крючками ходили. А старушка была маленького роста, ей ничего не надо было. Но хоть и была старушка, такая крокотная, и пребывала в таком приниженном положении. Мальчику Джонни она показалась красивой, черты ее были совершенны, разве что левый глаз века подкачал, казался не того цвета. Но этот единственный природный изъян, словно бы, делал ее красоту еще более пронзительной и настоящей. Не подашь ли нищенке, повторила старушка. Дрожащей рукой она протянула ему деревянную чашу для милостырей. Простите, сказал Джонни, мне нечего вам дать. У меня есть только вот эта курица, а она хилая и измученная. Жаль, вы ее не видите, не то поняли бы, сразу пробу от нее не жди. Но все равно, продолжал он, если вы обещаете, что у вас ей будет хоть чуточку лучше, чем сейчас, берите, она хорошая карбанья. Что ж, спасибо. Опираясь на плечо Джонни, старушка села более него на землю. У меня тоже кое-что для тебя есть. Она достала из своей суммы горсть бледных глубоких семян и, разжав кулачок, высыпала его ладонь мальчика. Каждое семечко было размером с полпуглицы на его рубашке, и все они крохотные и красивые в точности, как сама старушка. Однажды, очень давно, объяснила она, семена эти подарила мне одна старая женщина, которой я помогла видать фею. Старушка продолжала, посеешь их, как станет тебе совсем тяжко. И тогда жди и терпи. Сеять надо по весне, а поливать дважды в день, на утренней заре и ровно в полночь. Забудься о всходах, как следует, и держи сердце в чистоте. Не жалуйся. Раскусится цветок, слежу. И будешь ты всегда в сытости, и думать забудешь про голод. И, кстати, мы показывали фрагмент прописи Марка Медвена. И некоторые детали, звучащие сейчас в книге, полностью совпадают. Здесь очень близко подходят к оригинальному, изначальному тексту 1879 года. И дальше события развиваются тоже в наличии для Марка Медвена. Мальчик начинает принимать птиц и зверей, а птицы и звери добры и близкие. Они принимают его как своего собрата. Жизнь резко меняется. Томик забыл не только про голод, но и про одиночество, которое всегда его сопровождало. И начинаются приключения уже совсем другие. Птицы, звери и Джонни идут в королевский дворец. А во дворце в это время, как мы видим из этой проакламации, произошло ужаснейшее событие. Прошел, но пропал принц Олеомаргарин. Принц Олеомаргарин. Что такое Олеомаргарин мы знаем. Какое это имя для монаши особо, мы понимаем. Придуманный Марком Твеном. Но поскольку Олеомаргарин продукт неприятный достаточно и вредный, с точки зрения, предположим, общественности прогрессивной девятнадцатого века, а может быть и летнего века тоже, то и принц Олеомаргарин был вполне в характере. И когда птицы звери и Джонни вместе с ними приходят в королевский дворец, там они сначала встречают королевскую учетую. Это вот картинка небольшая, но с правой стороны, внизу, на стуле, на троне, сидит королева. А вот наверху, наверху, над ее головой тоже, как и на стуле на троне, но трон этот особенный, очень высокий. Сидит корова, тот самый, который маленького роста, но хочет быть высоким. И на следующей картинке, чуть крупнее, конечно, вот эта королева, посмотрите на ее лицо. Вообще, все критики литературные, глядя на этот портрет, очень много себя кусали. И вот этот король, такой, забирающий нос к нему. Гротеская совершенно фигура. И, как вы понимаете, внутри этой королевской четы, у них там есть какая-то своя история. И, видимо, она совершенно печатная. Они получают благословение от короля и королевы, от королевы провожая Джона в путь, и отправляются искать пропавшего Бринцевого Маргаина. И все это совпадает с сюжетом Марка Твера. И приходят к пещере, перед которой стоят два дракона. И если совсем уже процитировать, то получается там, да, 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 да. И на обложке этой книги, да, вот. Тут один или два? Один. Супераконский дракон. Суперскими, поставьте по фигуру. Вот этот дракон, один из них. Последние слова в рукописи Марка Твера были такие. Два могучих дракона, которые никогда не спят. И вот, представляете, на этом самом увлекательном месте прерывается рукопись. И дальше что-то надо было делать. Супераконский дракон. Он справился с задачей, на наш взгляд, блестящей. Не только на нашей. Пересказывать все подробности мы все-таки не будем. Я думаю, что получите удовольствие от чтения самой книги. Но интриги не вели каприца они нашли. Вот он, принц. Слушай, с него никто не похищал. Никто не будет послушать. Открывай, понимая. Вот так посмотрите на него. Посмотрите, как он нарисовывал. Где у него нос. И вопрос для аудитории. На кого похож принц? На маму или на папу? Как вам кажется? Судя по позициям носа. И по отношению к небу и земле. Ну, вот. Принц рядом с ним. И еще один персонаж книги тигрица. Тигрица ходила всю книгу молча. Там, где звери что-то говорили. Она только косилась, только облизывалась. И явно была голодна. Ночью ходила куда-то на охоту. Но, по-моему, ничего не словила. Потому что так и продолжала быть голодной. И это тигрица, которая всю книгу, всю вторую книгу продолжала быть голодной. Когда принц Олил Маргарин принял свой характер, он сказал, я не хочу, чтобы меня спасал этот неведомо кто, мальчик Джонни. Я хочу, чтобы моим спасителем был кто-то, кто-то достойный. Она к нему подходит и говорит, садись на меня, я тебя отвезу. Я буду тебе служить и оставлю ковриком у твоих ног, когда придет время. И, я хочу процитирую. Тут прям вот завершение сюжета, завершение ленин. Принцового ленин. Верховный дегридс он покинул пещеру, а заодно покинул нашу историю и въехал прямиком в другую историю, которая завершилась вполне удачно, хотя и не для всех. Ну и теперь у меня главный вопрос. Как завершилась эта история? Что-то знамя какие-то такие? О чем вообще речь? Есть какие-то соображения? В какую-то другую историю ленин. В книжке уже ничего про это не будет. Это ваша собственная фантазия или легкое знание литературы. Нет, извините, надо на два вопроса этот разделить. Во-первых, для кого не очень удачно завершилась эта история? Для кого из этих двоих, скажите? Для тигрицы или для принца? Ну, для принца. И это наш с вами как бы просто практический ум, да? Вот какой-то опыт жизненный, сметка какая-то, да? А вот... Да, кто кого в такой ситуации есть. Но дело в том, что мы в данном случае с вами в совершенно неравном положении с англоязычными читателями находимся. Потому что они знают точно. Им не надо совершенно никаких намеков. Они эту историю знают прекрасно. Потому что, знаете, есть такая форма, английский стишок, называется «Лимели». Там пять строчек. Рифмуются две в две, потом еще две короткие, потом еще одна длинная. У нас это тоже в какой-то момент стало модно. Но один из самых знаменитых, на самом деле, Лимеликов, перенадлежит другого великого писателя, англичанина, Ренвера Китлера. И он написал как раз «Лимели» про тигрицу, да? «Once there was a lady of neither, whose mother she rode on a tiger». И для этой самой леди история тоже плохо кончилась. И вот это то, что знает каждый англоязычный ребенок этот стишок. Поэтому он просто, ну, как бы переносит свое знание, да? И знает просто льву принца Оля Маргарина сразу же. Это, в общем-то, то, что называется культурный код. У нас он свой. Сейчас мы сейчас проверим, у нас он общий или нет. Ну-ка, я сейчас вам какую-нибудь строчку скажу, а вы мне ее продолжите. Одеяло убежало. Уже убежало. О, значит, у нас общий культурный код. А у них свой общий культурный код. И самым замечательным образом просто вот в конце книги оставлен этот намек. Это уже сделал, конечно, Филипп Стэд. Сейчас мы будем отдельно говорить о том, как он вообще поступил с текстом. Вот здесь у нас в этой истории, ну, как бы челлендж, да? То есть определенная трудность, которую ужасно хочется одолеть. И понятно, что необходимо, да? Этот самый челлендж стал перед переводчиком. Что сделал переводчик? Ну, переводчик получился-помучился, конечно. Чуть-чуть в тексте были какие-то намеки, которые помогли бы... Ну, те грецы, да ладно, а врачи не помогли. Помогли бы делать правильные догадки читателя на любом языке. А дальше мне еще раз здорово повезло. Ну, когда переводчик что-то переводит, естественно, уже кому-то показывают в процессе, после завершения работы. И вот мы еще были в процессе редактирования. А вопрос-то сильно мучился, как поступить, как красиво, как изящно поступить с завершением этого сюжета. А первым моим читателем оказался Евгений Клуев. Мы с ним до этого работали. Как раз вот он переводил «Алису в стране чудес», а я была его редактором. Про Толицу он вообще смог... Алиса здесь есть? Да, можно посмотреть на эту Алису. Там «В стране чудеса», «Все закали». Она такая «Все закали». Я была очень рада, что у меня была. Рада, что была редактором. Это отдельно, что мы не будем сейчас по ней делать презентацию. Я была очень рада, что он захотел это прочитать. Вот «Алиса Маргарина» и прочитал. Естественно, я ему такую возможность нельзя упустить. Я с ним посоветовалась. А как лучше поступить в этом случае, что он поздоровался. Ну, не белый человек, да. Иногда многословно, иногда нет. И тут он мне прислал письмо, вообще из пяти строчек в ответ. Некий принц молодой на тигрице, да, вперед захотел прокатиться. Но катиться назад он менее рад, находясь в животе на тигрице. Собственно, это практически, да, ну, переход того лимерика, который мог бы быть создан по мотивам киплинговского лимерика, но на тему нашей с вами книжки. Это перевод лимерика. И вот когда он появился, мы включили его к книгу. Не будем даже описывать, как неким изящим, как нам показалось образом. Нам показалось, что это вот та самая точка, да, которая в книге должна быть, помогает и вообще переукрашивает. Так, ну, то есть, если есть послесловие там резко, мой вздание, то что у него может быть грустно. Вот сделали отдельное, именно послесловие, посвященное судьбе принца Улья Маргарина, но не в лупах, а немножечко в полу. Полу. Да. Рассказали мы об основной сюжетной линии. Ну, как рассказали, не прописывая детали, но понятно, как Филипп и Эрин завершили вот ту линию, которую рассказывал Марк Твен своим девочкам возраста 5 и 7 лет. Ну, а книга, которая получилась, которую мы думали, сейчас держим в руках, она интереснее, чем одна сюжетная линия Шири. В ней есть также линия фоновая на заднем плане. Появляются оба соавтора, Марк Твен и Филипп Стэн. И поскольку Филипп, как-то, вы понимаете, сюжет вмешивался, и они добавляли какие-то детали, что-то немножечко изменяли, они спорят о том, в какую сторону двигается сюжет дальше, обсуждают различные варианты. Все это происходит в очень увлекательной для читателя форме. Младшие дети, читающие эту книгу, могут это и пропустить, или не уловить всех нюансов разговора об взрослом, которые читают вместе с детьми и картением. Безусловно, интересно, круче получили много утверждений. И вот пример просто диалога Твена со Стэном. Они с какого-то момента начинают выглядеть так, на развороте, с этой стороны основной сюжет, что было с Джонни, что было с Курицей и так далее. А здесь вот вставочки на этой полосе – это как раз разговоры авторов. Вот помните, я вам прочитала кусочек там из «Старушка», да? Значит, вот после реплики, когда он предлагает курицу с «Старушкой». И вот что я вам скажу. Твена вернулась ко мне, держа чай в новую чашку, как бокал высоко над столом. «Кур в мире много, всех не пересчитаешь, зато доброта, предчайшая из птиц». Это прямо афорезия Марф Твена. А дальше, помните, старушка сказала, мне подарили эти семена, там, видать, фея. «Почему фея?» – спросила я, как старушка это узнала. За ними сюжет всплыли. «Потому», – ответил Твен, – что роста в той женщине было всего четыре с половиной дюйма. Четыре с половиной дюйма – это примерно десять с маленьким хвостиком сетилетом. Старушка пришла к научно обоснованному выводу. «Послушайте, может, хватит перебивать меня через слово?» Марф Твена муха. Упавшим его чай, муха жалобно кружила по поверхности. «А что было дальше?» – спросила я. «Старушка умерла», – сказала Марф Твена. «И рядом без тебя остались». «Вот так сразу?» «Двен спас, муха, подехали чайной ложкой». «А вы бы хотели, чтобы она перед этим съела курицу?» «Нет, я вообще не хотела бы, чтобы она ее ела». «Тогда, может, напишите вашу собственную историю». И вот следующий разворот, собственно, да, вот написано «моя собственная история». С этого момента более-менее эстафетная палочка уже в руках у Филиппа. И здесь у нас на этой полосе появляется одно предложение. «Старушка не умерла». И вот так дальше вот в таком вот диалоге, да, ему, так сказать, не все заложенное твоему понравилось. Может быть, в принципе, заветы у нас как-то изменились? Ну, тональность истории, которую мы рассказываем детям. Ну зачем, чтобы старушка умерла? Она была такая хорошая, такая будущая фея сама по себе. Это вторая линия. Есть также еще линия, поскольку мы знаем, что Марк Твенмитс писал много публицистических произведений, есть такая публицистическая линия, посвященная тому обществу, тому миру, в котором все это происходит. И есть линия, которая проводится в рисунках Эрина, в рисунках иллюстратора. Их надо разглядывать долго-долго-долго, потому что вот просто такую книгу дома иметь, как маленькую картинную галерею. Вот мы очень почитали на крале, да. Нам немножко показали уже на часы, мы подходим к концу. Мы успели описать все линии. Мы предлагаем вот-вот к ней можно подойти, с ними познакомиться. Вот еще у нас есть с собой книги. Да, у нас тут есть с собой. Они есть с собой. Несколько, немножко совсем. Кстати, какая Алиса? Кстати, какая Алиса? А можно один, а два? Да, может, много. У нас как раз осталось время на вопросы. Ваша книга просто замечательная. Перевод я ее читала сегодня ночью. Там просто изумительные иллюстрации. И утром у меня остался такой разговор-дебаты с мужем о том, что лучше в книге. Много хорошего текста или много хорошей иллюстрации? Он человек абсолютно консервативного плана, очень образованно считает, что должно быть много текста. А картинка из текста должно формироваться воображение картинки. А мне кажется, так как у меня есть внучка, и у меня есть четкое уже представление о том, что она картинки где-то читает. А ее любимая книжка, я принесла, что ее написали, это в Вейву. Потому что то, что мы читаем, это одно. То, что она именно на картинках потом мне рассказывает, придумывая про то, что с ними происходит, и чего нет в книге. Я думаю, что может быть... То есть я на позиции того, что на время время изменился, крышу как давно иллюстрации. А вот как Вы, как люди, которые себя ведут, книги переводят, ну это как дети же прямо для Вас. Вот как Вы считаете, что нужно соблюдать баланс или это же растворчество? Что должно быть? Как Вы думаете? Или что хорошо, что плохо? Ну вот Вы задали вопрос двум человекам, двум людям, которые люди текстовые, но при этом вот рядом с Вами лежат вот эти книги, вот этот иллюстратор. И, собственно, продолжая Вашу же мысль о том, что кажется Вы с мужем спорили о том, о роли фантазии в восприятии. Так вот, я понимаю, может быть я не пробила эту мысль, которую на нем в эту сторону, но был, что глядя вот на эти иллюстрации, элисты, я вычитываю для себя еще из них дополнительно другие истории. То есть это тоже развитие фантазии. Иллюстрациями бывают разные. Это не такого рода иллюстрация, когда вот нарисовано, вот есть текст, вот картинка, на картинке ровно то же самое, что в тексте, чтобы не надо было себе это представлять. Нет. Это как раз иллюстрация, расширяющая этот мир, вот так, раскрывающая мир текста. И опять-таки, говоря о том, что первично, что вторично, в данном случае, и автор, мы сами рассказывали о том, что этот персонаж получился таким, потому что ровно таким его увидела Эрик. И из этого родился текст. Так что вопрос вот прямого до ответа не имеет получается. Но шире, если отвечать на ваш вопрос, мне кажется, что все-таки зависит все от любого аудитории. Соответственно, от возраста читателей, да? Ну, недавно, на скочке картинки считаются, почему-то это отдельный вопрос, для дошкольников. А школьникам уже предлагают текстовые книжки. Я думаю, что картинки повредятся не только в начале, но даже в средней школе, в общем-то. Я очень за... пусть они не будут там разноцветные и сложные в печати, потому что это тоже довольно-таки серьезный вопрос. Но какая-то графика, например, для средних школьников тоже очень интересна. Потому что дело в том, что немножечко изменилось вообще восприятие детьми текста как такового. Текст для них уже, вот в отличие от нас, да? Для нас текст – это текст, это слова. И современные дети абсолютно справедливо считают текстом и картинку, и видео. Это все текст. И существует понятие текстовой грамотности, да? Которая включает в себя не только вербальную грамотность. Поэтому вот все в совокупности, мне кажется, и есть книга. А каков там внутри баланс и как он рассчитан на какую возрастную группу – это уже вопрос к авторам, к издателям, как они хотят это сделать. Допустим, переиздается, там, я не знаю, сейчас у меня книжка на «Синей комете», такая была чудная, совершенно книжка, несколько лет назад, в «Реполклассик», она была издана. И там были иллюстрации Аграммы Батулина, того, который делал нам кролика. Но не нам и делал, мы вообще всему миру делал, потому что это американский, ныне американский художник. А вот сейчас выходит на «Синей комете» в издательстве «Пешком в историю», они не берут программы иллюстрации, они делают более, они зовут графику, и для детей более старшего возраста. Потому что книжка, как мне показалось, не совпадает с картинками. Картинки для более младших, а книжка для детей постарше. Здесь очень-очень важен баланс, на самом деле, а не количество, конечно. Спасибо. Еще есть вопросы? Смелее. Тогда я скажу, потому что я знаю немножко некоторых переводчиков, и я очень большая факту нецапас ваших переводов. Более того, я любила мой ребенок, которому 30,5 года. Но мало того, что мы читаем «Синей берегу», мы стали читать «Она любит музыку, как и слава «Стране чудес», и стали читать именно вашу книгу, которая переводит в молодая мама вышла. И ей легко это читать понятно, потому что в любых ней было таких переводов, а она ничего-то не слушает. Но на самом деле, мне кажется, это удивительная работа. И когда к вам приезжала Вера Кузьмишина, она читала шикарную лекцию вообще про трудности и особенности перевода. И рассказы, как оттуда один и тот же текст, совершенно по-разному можно перевести. И какими-то, как организмы с этим взятием происходят. Я хочу вам сказать, почему это все. Потому что то, что вы делаете, это совершенно прекрасно. Не знаю, я в мгновении, которую вы делаете, я знаю, что это влюбленный их мой ребенок маленький. И очень надеюсь, что количество, как поклонников, будет в каждой раз увеличиваться. И читать будут книги все больше и больше. Спасибо вам большое. Спасибо, Бородина Светлана. Ну вот, в общем, вы хотите, смотрите книжки, идите на станции Махата. А можно подписать у вас? Конечно, мы вот они. Мы вот они, да. Если вы еще хотите другие книжки купить, вы тоже приходите. Вы тут целый день. У меня еще в час презентация забавная и в период. Нет, в какой-то... Нет, в наших... Нет, в наших... Нет, в наших... Нет, в наших... Да. Вам все следующее принадлется? Да, сейчас будет все... Подолшим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое! Спасибо! Спасибо! Спасибо!